Северодвинск Городские колодцы готовы к зиме наполовину. Здравствуйте, вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. Жилищники продолжают готовить городское хозяйство к зиме. Сегодня на северодвинских дорогах активно прочищается ливневая канализация. Работы выполнены на 50%. Тем временем ведутся работы и по утеплению жилого фонда. Ливневку чистят в рамках летнего содержания. Избавить все колодцы от грязи и песка должны до конца октября. Без этого система водоотведения не справится и город может затопить. На 2015 год у нас по магистральной ливневой канализации необходимо вычистить 2300 колодцев, порядка 2300. По внутриквартальной ливневой канализации порядка 2500 колодцев. На сегодняшний день выполнено более 50%. В зимний период Горвик будет следить за состоянием люков колодцев и при необходимости ремонтировать ливневку. К слову, рабочие, которые занимаются прочисткой колодцев, находят на дне много интересных вещей. Например, ключи, золотые украшения и другие ценности. Тем временем управляющие компании также продолжают подготовку жил фонда к зимнему периоду. С МУП ЖКХ заканчивают промазку швов мастикой. Работы выполнены на 93%. Основной проблемой пока остается замена кровли. Отстают от графика из-за погодных условий. Атомную подводную лодку «Подмосковье» вывели из Эллинга накануне. Торжественная церемония состоялась в центре судоремонта «Звездышка». Ракетоносец переоборудовали в субмарину носитель подводных аппаратов. Напомним, подлодку построили на Севмаше в 1986 году. Работы начались в 1999-м, но неоднократно прекращались из-за недостатка финансирования и пересмотра технического задания. В ходе модернизации из корпуса лодки был вырезан ракетный отсек, который заменили отсеком специальной конструкции с разъемами и шлюзовыми переходами для малых подводных лодок. И это событие, которое происходит сегодня, это действительно еще один шаг в то, чтобы величие нашей Родины было подтверждено не только в воздухе и на земле, но и в океанских просторах. После вывода из Эллинга и спуска на воду экипаж корабля и работники «Звездочки» приступят к выполнению программы швартовых, а затем и заводских ходовых испытаний. Одним из основных направлений работы командного состава субмарины станет обследование арктического шельфа. В связи с ремонтом канализационных сетей в период с 13 по 30 августа будет закрыто движение транспорта по улице Логинова на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского. С 6 утра 13 августа до окончания ремонта на сетях автобус номер 15 будет двигаться по улицам Дзержинского, Макаренко и Мира по будним дням, как и в выходные. Автобус номер один в субботу и воскресенье будет ходить как в рабочие дни, без движения по улицам Октябрьской, Бутома и Дзержинского. Чья дорога и где ездить? Жители СНТ Теремок задают эти вопросы уже несколько дней. Проезду автомобилей и спецтранспорту мешает шлагбаум и куча песка. Почему северодвинцам запрещают ездить на свои дачи, узнавала Ксения Кабанова. Ровно неделю назад наша телекомпания снимала сюжет об аварийном мосте через реку города. Сегодня его ремонтируют. Тем не менее, жители и гости СНТ Теремок не могут попасть на дачи. На единственной объездной дороге появилась преграда кучи песка. Ничего нету, как мне на дачу сейчас попасть? Вообще плохо? Да, конечно. То есть вообще туда теперь не попасть? Да. Хоть на вертолете? Да. Ну, наверное, нам надо покупать вертолет. Вот так вот ему и передайте, что мы сейчас все побежали покупать вертолеты. По словам дачников, песок привезли по просьбе нового председателя СНТ. Но ее решение считают неправильным. Написали заявление и получили совсем нелогичный письменный ответ. Объездную дорогу перекрыли временно, пока ремонтируют мост. Ну, полноприводное проедет. Уже нагруженное с грузом, с тем же песком. Материалы может на бок завалиться запросто. Вот сейчас в данный момент. Ну, то, что сейчас вот они, эти ребята, маленько раскидали, да, а так как вот проехать. Узкая дорога не позволяет разъехаться сразу не с каким автомобилем. Дачники ввинят во всем и соседей, которые необоснованно завладели общей территорией. Видят выход в одном. Если владелец дачи подвинет забор и уберет канализационные колодцы, то проезд станет шире. Как засыпать? Ну, вот там на мосту, там насыпаны кучи песка. Ну, ладно, мне не надо никуда ехать. Если перенести забор, то будет все 7, 750 метров. И где будет транспорт, будет разъезжаться. И трансформатор не будет затронут. Также спецтехника быстрее приедет на нужную линию, не запутываясь в этом разъезде. И должно быть на участке Теремка два заезда. Как было, как есть по плану. Пусть каждый посмотрит на свой огород. Потому что у каждого такое же выдвижение на дороге. Вы пройдитесь по нашему кооперативу. У нас все улицы 5-6 метров, когда дорога должна быть не менее 9. У нас вышли все на дороге. Абсолютно. И те, кто даже жалуются. Помимо собственной инициативы обезопасить движение на узкой дороге с помощью песка, председатель Теремка хочет судиться с теми, кто завладел общей территорией. Ремонт этого моста должны закончить 16 августа. Тогда объездная дорога станет неактуальной и движение автомобилей возобновится по старому маршруту. Ксения Кабанова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Мэрия Северодвинска опубликовала на официальном сайте список о свободных жилых помещениях. Их могут предоставить по решению суда нанимателям квадратных метров в аварийных домах. В списке 20 жилых помещений от комнат в общежитии до двухкомнатных квартир. Также указана характеристика помещения, информация, где требуется ремонт, а где уже сделан косметический. Ознакомиться с полным списком жилых помещений можно на сайте городской администрации. На заседание регионального правительства утверждены итоги исполнения областного бюджета в первом полугодии 2015 года. Главный показатель – доходы превысили расходы. В казну поступило 31,5 миллиарда рублей, потрачено 31 миллиард. Таким образом, профицит бюджета составил полмиллиарда рублей. Доходы выросли на 3,8 миллиарда рублей. Это на 17% больше аналогичного периода прошлого года. По регионам России этот показатель в среднем составляет 11%. Из федерального бюджета Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда содействия реформирования ЖКХ удалось привлечь 9,3 миллиарда рублей в виде безвозмездных поступлений. Достаточно хорошо в текущем году идут поступления по налогу на прибыли. РОС практически весь дал. Это судостроительный кластер предприятия судостроения города Северодвинска. Примерно 1,9 миллиардов рублей мы получили больше, чем было в прошлом году. В текущем году правительство региона больше погашало долговые обязательства, чем привлекало. Поэтому государственный долг снизился на 2,1 миллиарда рублей. Улучшилась и структура. Объем коммерческих кредитов снизился на 9,3 миллиарда рублей. Экономить значительные средства позволяют ежемесячные краткосрочные кредиты в размере 4,4 миллиарда рублей. Есть планы продолжить работу по сокращению коммерческих кредитов при поддержке федерального правительства. И, конечно, сейчас очень волнует вопрос исполнения нашего соглашения с Министерством финансов по соблюдению всех правил поведения в бюджетной сфере. Одна из главных задач для финансового ведомства – это исполнение всех социальных обязательств, снижение государственного долга и контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. Делегация китайской компании Политехнологи побывала в столице Поморья. Цель визита – обсуждение строительства глубоководного порта в Северной Двине. Строительство глубоководного района морского порта в числе приоритетных задач развития Поморья. Кроме того, по поручению Игоря Орлова правительство области обратилось в Минтранс России с предложением включить проект в государственную программу социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года. Также в предложении указан проект «Белкамур» – строительство железнодорожной магистрали Архангельск-Сыктывкар-Соликамск. Сегодня нам очень комфортно, что проект «Белкамур» увязывается с проектом глубоководного порта города Архангельска. И далее это сегодня достаточно комфортно просматривается в сторону Северного морского пути, как крупная логистическая магистраль между Востоком и Западом. Создать новую портовую инфраструктуру предполагается в 55 километрах с севернее Архангельска с грузооборотом до 45 миллионов тонн в год. Глубоководный район позволит заходить крупнотоннажным судам, дедвейтам до 100 тысяч тонн. При этом значительно сокращается расстояние по доставке грузов. Так, маршрут из Китая до европейских стран по сравнению с традиционной перевозкой через Суэцкий канал сокращается в среднем на 40%. Но вместе с тем все понимают прекрасно его стратегическую значимость, стратегическую важность для развития арктической зоны Российской Федерации, для развития внешнеторгового оборота Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы сегодня услышали те вопросы, которые китайская сторона хотела в более развернутом виде получить. В ближайшие несколько месяцев правительство региона представит потенциальным партнерам финансово-экономическую модель реализации этого проекта. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Присылайте ваши фото и видео на электронный адрес, который вы видите на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. А сегодня ночью жители России могут увидеть до 100 падающих звезд в час. Наблюдать звездопад лучше подальше от города. Это метеорный поток или персеиды образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц. Размером с песчинку они сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Теперь о погоде. Слово вере Белогородской. Гроза и сильный дождь ожидают нас завтра. Подробнее о погоде сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. 15 лет со дня трагедии. Северодинск скорбит по погибшим морякам подводной лодки «Курск». Поспорил с пассажирами, получил травмы. В Северодинске избили водителя такси. Главному летописцу города исполнилось бы 95. В Северодинске вспомнили Лидию Черняеву. Небесная канцелярия о метео и астропрогнозах. 13 августа по данным ГИСМЕТИО в Северодинске ночью ожидается плюс 14 градусов. Днем потеплеет всего на 1 градус. Пасмурно, ливень и гроза. Ветер переменных направлений порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба. Зато звезды нам завтра благоволят. Напряжение отступит, а после полудня – прекрасное время для встреч, публичных выступлений и переговоров. Возможны новые контакты с влиятельными людьми, которые могут из деловых перерасти в любовные. А я с вами прощаюсь и желаю позитивного настроения. До свидания! Красота! Блины и сметаны – безупречное сочетание. Северодвинск молоко. Свежий взгляд, прежний вкус. Работай не на деньги, а на имя. Деньги придут сами. Телефон рекламной службы 58-30-60. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. 15 лет назад Россию потрясла самая страшная в истории подводного флота катастрофа. Во время учений в Баренцевом море затонул подводный крейсер «Курск». Трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. Северодвинск, как и вся страна, вспоминает погибших моряков. Все, кто пришли почтить память погибших моряков, так или иначе имеют отношение к истории Курска. Субмарина построена на Севмаше в 1994 году. На то время это был самый совершенный подводный крейсер. Те, кто строили Курск, не могли и подумать, что он завершит свой поход на дне Баренцева моря. 12 августа 2000 года во время учений экипаж АПЛ не вышел на связь. На следующий день вся страна узнала о страшной трагедии. И пусть сегодня тех, которых нет с нами, тех, кто погиб на Курске, действительно ощущат наше общее единение и то, что страна помнит о них, а особенно помнит о их подвиге в Северодвинске. Светлая им память. Подняли Курск год спустя, в 2001 году. Правительственная комиссия провела расследование о причинах трагедии. Официально признали версию о взрыве торпеды. По мнению специалистов, он произошел в результате утечки перекиси водорода. Впрочем, не всех устроило это объяснение. На фотографиях, сделанных уже после подъема лодки, многие заметили отверстия с загнутыми внутрь краями. Тогда же появилась новая версия. Курск торпедировала другая подлодка. Конечно, все это покрыто мраком, но хотелось бы, вот говорим все то, что про лодку, то, что вспоминаем. Но хотелось бы узнать, конечно, правду, которая неизвестна, когда вскроется. Ну, по большому счету, похоже, что ее утопили. Несмотря на множество версий гибели Курска, город Корабелов всегда будет скорбить по 118 погибшим морякам. Среди них и четверо северодвинцев. За мужество, героизм и отвагу экипаж посмертно награжден орденами мужества. А командир корабля, капитан первого ранга Геннадий Лячин, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Артур Ромих, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. Гадюки атакуют северодвинцев. Накануне, около подъезда по улице Героев Североморцев, женщина заметила змею. Вернуться в естественную среду обитания рептилий помогли спасатели. О происшествиях в рубрике «Протокол». 35-летний водитель такси обратился в полицию с заявлением о побоях. Около пятийного заведения на улице Ломоносова он ждал пассажиров, когда компания молодых людей начала спорить с мужчиной. Таксист вышел из автомобиля и начал отстреливаться из травматического пистолета. Компания отобрала оружие, выкинула его на газон. Стрелявшего скрутили, ударили несколько раз и разбили стекла машины. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции раскрыли угон машины. Напомню, 21-летний северодвинец уехал на газели с территории деревообрабатывающего предприятия на улице Заводская. Там молодой человек работал разнорабочим. Однако вскоре он явился с повинной. Машина перед на владельцу. Возбуждено уголовное дело. Северодвинцы продолжают нарушать правила дорожного движения и подвергать опасности жизни людей. На этом видео водитель автомобиля Mitsubishi Lancer продолжает движение на красный сигнал светофора. У других участников движения загорелся зеленый. Однако горе водителя это не остановило. А здесь водитель автомобиля УАЗ Патриот перед светофором показал левый сигнал поворотника. Тогда, как на перекрестке труда Ломоносова поворот запрещен. Неравнодушный очевидец указал на ошибку и предотвратил нарушение ПДД. В городском музее почтили память главного летописца города. Сегодня легенде Северодвинска Лидии Черняевой исполнилось бы 95 лет. Теплыми воспоминаниями поделились родственники, друзья, коллеги. В музее состоялась и премьера фильма о Лидии Ивановне, снятого нашей съемочной группой. И когда я увидела этого чудесного, я даже могу сказать, что это прекрасная женщина. Потому что в этом какие-то вам шарфики светло-прозрачные. Как она нас всех встречала, ее жесты, ее улыбка, искрящиеся глаза. Именно такой запомнили Лидию Черняеву. Доброй, интеллектуальной и очень обаятельной. Сегодня в Краеведческом музее почтили память Лидии Ивановны, 95 с дня рождения. Такая традиция зародилась в 1980 году. Тогда женщину первый раз поздравили в стенах музея 60-летия. В истории города Корабелов Лидия Ивановна оставила большой след. Коллеги называли ее ходячей энциклопедией и легендой Северодвинска. Она составила художественное описание всех городских памятников, боролась за их восстановление и благоустройство. Благодаря ей в названиях улиц появились имена. Коновалова, Лебедева, Кириллкина. Лидия Ивановна была человеком неутомимым в достижении своей цели, в сохранении истории. Она по крупицам собирала информацию и доводила дело по каждому имени до логического конца. Простой человек. И в то же время вот такой вот уровень у нее был интеллекта, за которым нам с вами еще тянуться и тянуться. Даже тем, кто имеет высшее образование, у нее не было высшего образования. По Лидии Ивановне признались гости, они скучают. Однако на вечере памяти они вновь услышали ее голос в фильме о Черняевой, снятой нашей телекомпанией. Лидия Ивановна была не только почетным гражданином города, краеведом и библиотекарем, но еще и писательницей. В соавторстве с Валентином Каменевым издали уникальную книгу о малой родине в селе Богданово Пресецкого района. Кто почитал эту книгу, говорят, она читается легко и можно не один раз ее читать, а быть и сельском. Каждая семья как жила, кто где работал, у кого сколько было детей, кто как где работал, учился. И весь жизненный путь почти каждой семьи описан в этой книге. Завтра память Лидии Ивановны почтят в библиотеке открытия. Теперь она носит имя Черняевой. В 15 часов там пройдет встреча посвящения с открытым сердцем, с добрым словом. Вера Белогородская, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Северный рабочий Газета всех поколений На все времена Весик Северодвинска о спорте С 4 по 16 августа Во французском городе Лион Проходит 21 чемпионат мира по легкой атлетике Среди ветеранов Накануне Северодвинка Елена Шелудина Выступила в финальном забеге На дистанции 400 метров с барьерами 21 чемпионат мира по легкой атлетике В Лионе собрал тысячи ветеранов спорта Самому пожилому участнику соревнований Бразильцу Федерико Фишеру 98 лет Наша легкоатлетка Елена Шелудина Выступает в возрастной группе От 45 до 49 лет Накануне Северодвинка пробилась Финальный забег на дистанции 400 метров с барьерами И показала результат 1 минуту 10 секунд и 79 сотых секунды Уступив лишь соперницам Из Австралии и Франции Елена Шелудина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира Впереди у нашей легкоатлетки бег на 400 метров И участие в составе сборной страны в двух эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 Сборная Памурия по пляжному волейболу успешно стартовала в финале первенства России Финал первенства России по пляжному волейболу среди девушек 2000-2001 годов рождения Стартовал в спортивно-оздоровительном учебном центре в Валейград в Анапе Архангельск область представляет команду в составе Алифтины Старковой и Елизаветы Лутковой Накануне наши спортсменки сыграли два матча В дебютной встрече по моркам противостояли сверстницы из Курганской области Наши девушки одержали уверенную победу со счетом 21-8 и 21-6 Во второй игре подопечные тренера Эдуарда Луткова встретились с командой из Фердловской области Алифтина и Елизавета опять провели достойную встречу и одержали победу со счетом 21-10-21-15 Обо всем интересном сообщайте по телефону 598-700 или пишите номер 8-911-0580-700 Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв До свидания! Ура! Торговый центр «Квартал Труда-64» Новый большой магазин диванов «Мебель-Сити» Новое огромное поступление распродажа по ценам фабрики Скидки до 50% Доставка в квартиру и сборка бесплатно Спешите! Магазин диванов «Мебель-Сити» Торговый центр «Квартал Труда-64» Торговая сеть «Медвежонок» Обувь для любимых детей Новый город «Мебель-Сити» Ветер переменных направлений Умеренно до 7 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня будет падать И к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба Пасмурно, возможно, гроза Температура ночью и днем 14 градусов выше нуля Редактор субтитров А.Семкин